Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест. Это один из самых древних городов Золотого кольца России. Здесь есть озеро с загадочным названием Нера и даже необитаемый остров на нем. Тончайшее искусство живописи поемали финифть, сказочная царевна лягушка и культовый советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Есть немало поводов съездить в Ростов. Доминанты города и его исторический центр – это, безусловно, Кремль. Кстати, до революции тут не было улиц, а почтовый адрес жителей писался как «Ростов, Кремль – дом такого-то». Ростов, вопреки своему названию, город маленький. Так почему же он великий? Давайте разбираться. Сейчас, действительно, это провинциальный город с населением чуть более 30 тысяч человек, но в давние времена это был величественный и могущественный город, которому платила дань знаменитая Византия. Да, ну, безусловно, Ростовское княжество, всем нам хорошо известно, я думаю, совершенно не имеет смысла пересказывать сюжеты древнерусской истории, говорить о значении Ростова политическом в средневековой нашей истории, о большей степени, да, вот обратить внимание на те точки культурные, ландшафта Ростова, которые вот вы уже выделили. Это имеет смысл, поскольку получается такой парадокс. Сто лет назад, в самом начале века XX Николай Константинович Рерих во время своего грандиозного путешествия по древнерусским городам, а мы недавно совсем вспоминали этот его путь применительно к Изборску, в котором он побывал, так вот и в Ростове Великом он тоже был. И сохранились. Он, кстати говоря, был удручён тогда с одной стороны, а с другой стороны всё-таки и утешение к нему пришло. Ему рассказали о том, что, ну, по тем меркам, значит, какой-то 1903-1904 год, вот так примерно, он бывает в Ярославской губернии, а ему рассказывают, что где-то за 50 лет до этого вообще-то Ростовский Кремль хотели разобрать местные обыватели, поскольку, ну, какой-то функции-то оборонительные он уже несёт, только место занимает. Но тогда просвещённое купечество, а самое главное, богатое, решило, в общем-то, отстоять этот Кремль и сохранило его. И вот он удивляется, как же так, с одной стороны, вот варварство уже дошло до какого-то предела, но на каком-то этапе всё-таки рациональный разум, понимание значения исторического памятника, всё-таки этих, значит, ну, воришей каких-то, которые хотели оголить его, да, и сделать Кремль открытой, может быть, строительной площадкой, да, всё-таки их остановил такой разумный русский богатый человек, уже появлявшийся, формировавшийся. И он большие надежды вообще возлагал, что такого рода неравнодушные люди спасут старые русские города. Вот такая интересная история, а что здесь очень важно? А прошло сто лет, очень был, конечно, такой кульминационный, как мне кажется, этап в туристической истории Ростова-Великого, когда Золотое кольцо, вот оно было вот на слуху, я думаю, что это 60-е, 70-е, 80-е, может быть, годы, до начала 90-х. А потом как-то Ростов стал уступать очень многим другим городам и немножко теряться на их фоне. Ну, понятно, что состязаться, скажем, с Уздалем, тем же Мышкиным, вдруг неожиданно откуда-то появившимся, да, при всём уважении, кстати говоря, очень большом уважении к мышкинцам, которые так раскрутили свой город. А Ростов-Великий со всей своей красотой как-то стал теряться. И мне кажется, что вот самые последние годы, вот, может быть, два-три года, благодаря блогерам прежде всего, благодаря людям, которые фотографируют свои путешествия, выкладывают в соцсетях, как-то к Ростову была и слава стала приходить. Да, есть, конечно, в городе и проблемы, да, безусловно, как многие малые города России заслуживают внимания, прежде всего, реставраторов. Конечно, много-много проблем, но они потихоньку решаются, и даже местные жители говорят о том, что год от года становится всё лучше и лучше, и вот вы упомянули, что когда там бывал Рерих, туда мало кто доезжал, то теперь Ростов-Великий – один из самых популярных по посещаемости городов. Вот, он стал восстанавливаться, причём, как мне представится, я могу ошибаться, но вот такое у меня ощущение именно нерациональное, что вот эта благодать стала возвращаться в последний год, может, в последнюю пятилетку, за последнюю пятилетку. Очень много людей стали рассказывать о своём путешествии в Ростов, причём, как правило, автомобильном. Вот поскольку Ростов находится на некотором таком расстоянии от Ярославля, а может быть потому, что ухватить сразу два города в одном путешествии сложно, они очень значительны, да? Как правило, те, кто бывают в Ростове, это вот Ростов и его окрестности. Вот такие места, которые как-то сопровождают ростовскую землю, что ли, ростовское былое княжество, и оттуда приезжают с интересными впечатлениями. Надо сказать, что вообще история путешествий в Ростов великий, она ведь не только Рерихом ограничивается до начала XX века. Вообще очень многие большие русские художники бывали в этих землях, и, конечно, совсем недавно мы вспоминали Сергея Михайловича Прокудина-Горского, но мы его, в общем, никогда не забываем, он всегда с нами, да? И в Ростове он тоже побывал, и надо сказать, что путешествие его, оно было не только вот пейзажи, виды там и так далее, но вот если посмотреть на фотографии из его ростовской серии, то он уже музейные ценности, музейные экспонаты зафиксировал, потому что музей в Ростове возникает очень рано, до революции. Вот это к вопросу о неравнодушных жителях города, которые смогли не только отстоять свой Кремль, но и какую-то образовать даже музейную жизнь в конце XIX века. И надо сказать, что Кремль-то, который они так отстаивали, Рьяны, который они защитили и нам передали, он ведь тоже удивительный, он очень сильно отличается. При слове «Кремль» всегда думают, что это такое оборонительное сооружение со всеми вытекающими отсюда и архитектурными постройками также. Но это прежде всего архиерейский дом и резиденция митрополитов. Да, это Кремль не княжеский, то есть тот Кремль, который вот дошёл до нас, это Кремль, во-первых, не древнерусский, а XVII века, и построен таким, значит, деятельным митрополитом, ионой, который, собственно говоря, хотел не только в райской жизни, значит, какие-то... Что-то подобие святого города Иерусалима. А вот прямо, да, на земле создать некое подобие рая, да, и вот этот рай земной, который он создавал здесь, а он, кстати, ион, это митрополит, уроженец этих земель, он знал здесь ландшафт, хорошо знал и мастеров, и, в общем-то, очень большое такое благолепие создавал на протяжении долгого периода времени. И надо сказать, что вот эти какие-то черты райские, они ведь сохранились и сейчас, особенно это заметно летом. Надо, во-первых, сказать нам, что Ростовский Кремль, музей, заповедник Ростовский Кремль совсем недавно открылся вновь для посещения. Там много ограничений, причём ограничения, как мне показалось, более жёсткие, чем, скажем, во многих других местах, чуть ли там не за три дня надо как-то записываться и так далее. Много разных каких-то нюансов, будем надеяться, что они временные, скоро всё-таки будет полегче посещать этот музей. Но уже сейчас, возможно, побывать в музее Финифти, вот таких, что ли, дочерних учреждениях этого музея, а самое главное, можно побывать на территории Кремля. И вот об этих райских чертах. Во-первых, это, ну, мне запомнился, и думаю, что, Полина, вы тоже сейчас вспомните, это яблоневый сад грандиозный. Ну, особенно, когда именно цветёт это всё, или плоды, значит, к яблочному спасу. Время идёт. И огороды. Вообще, жители Ростова и окрестных деревень, они даром, что, значит, на берегу озера, они, скорее, не рыбаки, а огородники. И вот даже в ростовском Кремле это придаёт ему, ну, неимоверный такой уют. Это огороды, это грядки. Мне запомнились капустные и, по-моему, огуречные тоже. Ну, вот капустные точно. Это вот именно то, что ты не ожидаешь увидеть в Кремле, как вот в традиционном понимании. Да, то есть ты посетил храмы, посетил замечательные, интересные музеи, а потом, значит, гуляешь вдоль огорода. Я не могу сказать, что это какой-то вот самый яркий из моих Кремлей, да, но это, я бы сказал, один из самых необычных. Я с вами полностью согласна, причём у меня на территории Кремля есть свои любимцы. Но прежде всего это звонница, естественно, а люди, выросшие на советском кинематографе, прекрасно помнят, да, этот фильм, о нём будем сегодня говорить. Даже я знаю многих таких любителей, и в Ростове есть определённые маршруты по местам съёмок этого фильма. Иван Васильевич меняет профессию, к нему мы вернёмся. А вот по поводу ещё одного сооружения, мне очень нравится церковь Адигитри, такое очень оригинальное здание, отличающееся от всех других построек на территории Ростовского Кремля. Действительно очень красивый даже внешний фасад. Да, ну, ростовские храмы, они особые, не случайно есть такое в искусствоведнее понятие, даже ростовская архитектура. И путешествовать по ним – это особое удовольствие, мы даже не будем в эту сторону углубляться, потому что каждый для себя найдёт что-то самое интересное. Ну, Успенский собор, мимо него, наверное, пройти невозможно, это как бы центровая, да, такая, что ли, остановка в туристическом и даже, я бы сказал, в паломническом пути, потому что храмы в большей степени уже как-то начали церковной жизнью жить. Вы в самом начале сказали о реставрации, она затянулась в Ростове, безусловно, это многие отмечают, что вот приезжают из года в год, а всё как-то ни шатка, ни валка. Но здесь надо понимать, что здесь не только многие моменты, которые касаются наших трагических сюжетов истории XX века, да, и вопросов таких, которые связаны со многими местами, с запустением храмов, с поруганием храмов. Но здесь целое такое природное бедствие, которое вдруг неожиданно Ростов накрыло. Ну, мы знаем много историй, вот если смотреть такие географические фильмы, скажем, американские о торнадо, да, много таких кадров видели, каких-то ужасающих. Но всё это какие-то степи, там чуть ли не пустыни, какие-то очень открытые пространства. Я, конечно, понимаю, что сейчас я рассуждаю очень с географической, может быть, с такой климатологической точки зрения очень обывательски, но, тем не менее, как-то нам привычнее это в других широтах видеть. А 24 августа 1953 года здесь, в Центральной России, в Ярославской области, произошло что-то похожее на торнадо. Это было совершенно неожиданно. Остались, конечно, воспоминания людей, поскольку по историческим меркам-то ещё 70 лет даже не прошло. Много очевидцев живы в Ростове Великом, которые помнят этот день. А день, в общем-то, не предвещал такой, я бы сказал, катастрофы, которая к вечеру, в общем-то, наметилась. Потому что, ну, был знойный день, август, духота такая была, ну, к дождю, как у нас говорят, да. Но вдруг неожиданно накрылось всё какими-то свинцовыми тучами. А самое главное, появился первый признак этой беды. Это такая воронка, да, которая всеми отмечалась. Всего-то около пяти минут бедствия. Но какие разрушения нанёс этот вихрь. И действительно, когда всё это закончилось, люди вышли на улицы. И прежде всего они увидели, что стало с их Кремлём, с храмами. Главки церквей были сорваны, разбиты. И действительно, это пришлось довольно долго восстанавливать всё. Да, во-первых, потому что, надо сказать, что Ростов-Великий не был в таком приоритете туристическом. Да и о каком туризме речь могла идти, ну, сколько там, восемь лет после Великой Отечественной войны. Ещё те раны не зажили. А тут вот такая беда пришла. Это, конечно, просто апокалипсис. Потому что очень многие люди, летний день, многие находились в лодках на озере Нера. Это вообще было совершенно непредставимое их ощущение, когда этот вихрь их застиг на воде. Надо сказать, он там же воды и канул, что называется. Да, потому что вихрей на самом деле было два. Они вдвоём как-то соединились и вот так вот разрушили фактически значительную часть Ростова. Ну, самые такие кадры, которые меня, фотографии, которые меня поразили, это, конечно, когда остов избы оставался и одна печка, как будто бы пожар, да, было. Всего пять минут этого грандиозного ветра. Поэтому многое восстанавливалось. Да, многие сейчас скажут, но это было 70 лет назад. Как же уже за столько времени, столько времени прошло, не восстановили? Всё очень сложно. Потому что не только необходимо восстановить кровлю. Это можно сделать за несколько там дней, да. Но самое главное – это восстановление фресок. Это очень серьёзная, в том числе, не только техническая, но и научная работа. И постепенно Ростов-Великий возвращается к своим гостям, к туристам, а самое главное – к своим жителям. Я, например, разговаривая с местными жителями, тоже услышала такую фразу, которая меня, с одной стороны, поразила, с другой стороны, заставила задуматься. Ну, понятно, что там много что нужно ремонтировать, даже просто дороги, да, Марат? Ну, не будем скрывать, это большой минус, когда туда приезжаешь. Но есть дома, церкви, которые действительно ждут, мы надеемся, да, ждут своего часа, ждут своей реставрации. И вот одна из местных жительниц мне сказала, говорит, понимаете, да, можно всё покрасить белой краской, или прилезать, что называется, но это уже будет не то, исчезнет старина. Безусловно, самое главное, моё пожелание жителям Ростова, чтобы туда не пришёл вездесущий сайдинг, который покрыл, как коросты, наши старые города, и не только города, но и деревни, во многих местах, в Центральной России в особенности. Вот этот сайдинг, я думаю, наши радиослушатели, кто путешествует, хорошо это знают. Поэтому вся эта работа должна вестись тщательно, здесь, в общем, других каких-то рецептов нет, специалисты всё прекрасно знают, и самое главное, чтобы эта старина, она восстанавливалась, но не в ущерб именно самой старине. Мы упомянули в прошлой части об озере Нера. Мне кажется, это наряду с Кремлём одна из тоже таких основных и главных достопримечательностей природных. И очень много, кстати, ходят всяких домыслов о том, что это за озеро. Это же действительно очень древнее, ему более 500 лет. А говорят о том, что на дне даже там чуть ли не часть города затоплена, и в том числе, например, золотые ворота Кремля, которые местные жители спасали от разграбления во времена нашествия монгола-татара. В общем, легенд ходит вокруг него очень много, и оно действительно очень красивое озеро. Наши радиослушатели, конечно, думаю, заметили, что в наших новых программах летнего этого сезона мы часто к островным таким русским городам стали обращаться. Действительно, вот какое-то соотношение старого города и рядом живописного озера – это какая-то особая такая, мне кажется, такой лейтмотив летних прогулок, летних путешествий этого года у нас, во всяком случае. Что касается озера, да, безусловно, это такая история. Я её в последнее время часто слышу от археологов, прежде всего, в самых разных частях Центральной России, что вот, значит, есть привычное такое стереотипное представление – город был здесь, здесь был Кремль, здесь была жизнь. А нет, значит, мы пришли к такому выводу, что он находился в удалении, в общем, как-то разрушение мифов, да, города. А в Ростове-Великом тоже занимаются такой, значит, переоценкой своей истории в хорошем смысле. И вот многие говорят о том, что действительно расположение было несколько иное и чуть ли не вот такой китиш. Марат, но ведь ещё сведения о том, что Пётр I мог бы построить первый флот именно здесь, а не на плече его модели. Да, но глубина его не устроила, поэтому не смог стать Ростов-Великий Переславлем-Залезским, и вот как-то вот судьба его была иная. Судьба его какая-то ушла вот в купеческую сторону, и надо сказать, во многих наших русских городах, и часто мы упоминаем, вспоминаем эти имена, преимущественно из XIX, конечно, века, когда какой-то вот такой могучий русский человек привносит в свой родной город не только какие-то новейшие технические изобретения, а просто какую-то жизнь прямо вдувает, накачивает жизнью, новыми смыслами эти города. И в Ростове-Великом тоже был такой человек, Алексей Леонидович Кекин. Когда я о нём читал, я вспомнил, что в Казани есть такая достопримечательность, дом Кекины, но, к сожалению, я не смог найти взаимоотношение. Ещё в Петербурге, я знаю, есть доходный дом Кекина. Вот мне представляется, что что-то это звенья одной цепи или одного рода, точнее, да, потому что какие-то вот такие удачные совпадения. Что касается ростовского Кекина, он рано покинул свой город, уехал в Петербург, но постоянно возвращался в Ростов, и разные события, которые происходили в его жизни, в том числе и трагические, смерть сына, например, наследника, они оборачивались для Ростова, ну, какими-то очень щедрыми пожертвованиями. Но мы вспомним о том, сколько денег он оставил и завещал городу после своей смерти, а это ни больше, ни меньше 8 миллионов рублей. На тот момент это баснословные деньги. И для такого маленького города была амбиция построить университет, ни много ни мало. Но университет, конечно, не сложился. Зато сложилась гимназия. Зато сложилась гимназия. Причём меня поразили такие вещи. Во-первых, дореволюционной вот этой ростовской гимназии была отменена, я не знаю, насколько это всё исторически правда или нет. Доверяем историкам и следователям, что была отменена, например, процентная норма для евреев. Была веротерпимость в этой гимназии. А был учитель-магометанин физкультуры нанят туда. Он православный, значит, юноша и учил физкультуре. Я думаю, что это какие-то кекинские такие дела, потому что он же ведь был заядлый путешественник и знаток Востока. Конечно, там, скажем, в 80-е годы, 19-е годы уже нельзя было удивить дальними путешествиями. Мобильность людей, особенно зажиточных, состоятельных людей, она, конечно, повышалась. Но, тем не менее, всё-таки в сторону Европы больше. А здесь Персия. И вообще умер-то этот ростовский такой соль земли-то человек в Линкаране, в Закавказье. Поэтому мне кажется, что вот это его знание Востока, вообще знание мира, оно как-то привело к другому ракурсу зрения в самого родной города. Поэтому гимназия была для своего времени передовая, очень интересная. Ну, вот, можно сказать, почти бы, может быть, и в университет когда-то бы преобразилась. Хотя, надо сказать, что университет — это всё-таки казённое мероприятие. Куда-то они замахнулись уже на государственные петербургские интересы. Но, в любом случае, очень много пользы и связаны с водопроводом, и всё. А богатство-то, конечно, от льна. Пришли от фабрик текстильных, да, как и очень многие наши русские промышленники-капиталисты второй половины XIX века. Это всё на лёгкой промышленности, все эти капиталы заработаны. И вот о Кекине тоже помнят. Ну, не знаю, гений он место или не гений место, но, в любом случае, 150 лет прошло, а вот мы о нём говорим. Мало того, есть в Ростове музей ростовского купечества. Он разместился в особняке в доме Кекинах на улице Ленинска. И всем рекомендую туда зайти. Действительно, купеческая история Ростова-Великого – это большая глава. Потому что не только Алексей Леонтьевич Кекин, а очень многие его сподвижники, соратники, друзья, коллеги – все действительно занимались и восстановлением Кремля. И, собственно, благодаря ему он действительно не был разобран. И мы видим вот то, что мы видим сейчас. Да, это, конечно, очень интересный такой момент. Возвращаясь вот к этому благополучному недоразбору Кремля – это такой рубеж. Вот где есть историческое сознание, наступает оно, а где ещё нет. Где царствует что-то иное, да, какие-то, как людям казалось, рациональные, значит, мотивы, да. Почему бы не освободить эту территорию, может быть, какой-то торг там устроить или застроить её как-то иначе. Вот этот такой, мне кажется, рубеж очень определённый. Он как-то в Ростове благополучно завершился для Кремля и для всех нас, которые могут теперь это место посетить. Что касается музея купечества, вообще это такая мода. Во многих старых городах появляться стали купеческие музеи. Не везде, надо сказать, они купеческие, я честно вам признаюсь. Потому что не буду называть города, в которых появились, обычно это частные, конечно, инициативы, когда я таким всё-таки историческим глазом вижу, что это не купеческая обстановка, а такой, значит, ну, мещанин во дворянстве, что называется. Или это какая-то, ну, если говорить серьёзно, крестьянская, просто зажиточная, бытовая, повседневная обстановка, которую выдают за купеческое. Вот что касается Ростовского музея, то вот он подлинно купеческий. Очень хороший. Да, экспонат, насколько я помню, того времени, потому что, к сожалению, в доме Кикина... А главное, того сословия. Да, в советское время, по-моему, общежитие было или квартиры, то есть обстановка прямым образом не сохранилась, но там действительно представлены вещи той эпохи, которая действительно рассказывает нам о том, как жило купеческое сословие в этом городе. Но, Марат, мне кажется, что ещё один музей достоин внимания и посещения, это музей церковных ценностей, который, насколько я помню, тоже был образован благодаря этому сословию. Да, и вот этот очень интересный музей, который вообще так вот тоже знак времени. Появляться стали такие церковно-археологические музеи, их называли в начале XX века, и он, конечно, тоже очень интересен. Как мне кажется, так не побоюсь этого слова, ну что ли, прославил Ростов в начале XX века, несмотря на то, что вроде бы не музейный он город первоначально был, вот музей это Кремль, сам по себе, да, гуляй по нему и дивись на русскую красоту. Но сам музей, организованный ростовскими просвещенными людьми, он как-то, в общем-то, особым образом как-то город заиграл от этого. Но, конечно, наши радиослушатели, которые в Ростове-Великом были, они вот, наверное, сейчас думают, ну вот всё это хорошо, Кекин, музей церковных древностей, а что же вот всё о финифте-то вы не говорите, которая символ Ростова на этом город, ну, зарабатывает, а на этом, собственно, строит какую-то свою такую сувенирную историю, хотя разные есть образцы, есть, которые сувенирами-то язык не повернётся назвать, они достаточно дорогостоящие, есть и более такие доступные. Но в любом случае ростовская финифть, как мне кажется, наряду с вологодской вот историей, такой вот как-то вот центры такие вот этого вида, этого искусства русского, какого-то уникального, вроде, казалось бы, тоже занесённого к нам разными европейскими ветрами, но при этом абсолютно русского корневого, потому что мне кажется, что, во-первых, какое-то вот есть в этом, может быть, технологическое начало-то привнесённое, но наполненное искусством, мастерством русских людей. Прежде всего, это связано с тем, что первоначально, очень долго, кстати, ростовская финифть была связана с церковными сюжетами. Мне запомнился один сюжет, я не буду растекаться по древу, это сюжет, который связан с Сергием Радонежским. Дело в том, что из биографии, из жития, точнее, Сергия Радонежского, мы знаем, что он тоже родом из этих мест, и поэтому он особо чтится, общерусский святой вот здесь, в этих землях особо, они считают его своим родным, своим земляком. И сюжет, связанный с Сергием Радонежским, с явлениями ему, они вот как-то вот особо обыгрывались, значит, в финифте, и долгое время она была сугубо такой церковной монастырской историей. Но постепенно, ещё до революции, появляться стали такие светские сюжеты, скорее-таки миниатюр. А в советское время и изображения, так скажем, историй представлено в музее финифте, рисунок, посвящённый полёту Гагарина в космос. То есть вот такие вот сюжеты, значимые, да, в советской истории, они тоже отражены. Вот вы о Гагарине сказали, я вообще такую, ну что ли, идею подсказываю мастерам ростовской финифти, ведь Гагарин, Юрий Алексеевич Гагарин, безусловно, эта тема для искусства очень важная, но ведь Ярославна, землячка их, Масленникова, это Тутаев, подальше чуть-чуть, а Валентин Владимирович Терешкола, вот почему бы её не запечатлеть на финифте? Это была бы тоже очень важная такая тема, которая связана с историей ярославской земли. Хочу немного ещё тоже про финифте рассказать, но, во-первых, в те времена она ценилась наряду с золотом, с серебром, драгоценными камнями. Мне кажется, даже и сейчас, потому что, когда ты видишь, как мастерица работает, а ты можешь поучаствовать и в мастер-классе, тебе расскажут, как она производится, финифти. Действительно, очень красивые произведения. Вот вы сказали, что светские сюжеты, и сейчас их тоже очень много, и очень много всяких разных украшений, которые будет приобрести полезно нашим дорогим радиослушательницам. Да, во-первых, финифть очень ярко и сочно, особенно это заметно в музее, когда смотришь на время изготовления. Причём краски-то не меняются, они вот как будто законсервировались. Когда посмотреть на таблички, когда созданы это произведения искусства, время, я даже изготовлением-то это нельзя назвать, это просто творение. И когда видишь, что это середина, скажем, 19 века, или конец 19 века, или ещё раньше, при этом краски живые абсолютно, вот этот цвет, это умение работать с красками, и какое-то вот такое народное представление о красоте, которое не устарело при этом. Прошло много времени, много-много разных эпох, а они выглядят абсолютно современными. Ну, честно вам признаюсь, конечно, современными прежде всего выглядят церковные сюжеты, потому что всё историческое, оно как-то вот уходит, приходит, а вот церковные сюжеты, евангельские сюжеты, связанные с житийной, может быть, литературой, они как-то вот не устаревают и воспринимаются абсолютно свежо. Ну, как правильно говорят музейщики, при правильном хранении ростовская финифть может сохраняться веками. Ну, я думаю, что помимо финифти, вот вы уже в самом начале анонсировали Ростов-Великий как киноплощадку. Действительно, очень многие люди, и мы это с вами тоже замечали сами, когда люди побывали, значит, первый раз в Ростове-Великом, то у них по возвращению спрашивают, как там всё цело, значит, Московский Кремль в кавычках, Москва средневековая, времён Ивана Васильевича, это она как-то стоит, стоит, всё в порядке с ней. И действительно, вот эта белокаменная Москва, опять же, так с иронией говоря, она первое, что бросается в глаза. Да, можно, конечно, много говорить о Прокудине-Куорском, об этюдах Рейриха. Это всё есть, и это неоспоримо, безусловно. Безусловно. Но все они проигрывают Леониду Ищичу Гайдаюк. Ну, понятно, что, я с иронией это сказал, проигрывают по узнаваемости прежде всего, потому что мы все эти кадры знаем наизусть, и даже ракурсы, и даже знаем, где, в какой части фильма снималась та или иная башня Ростовского Кремля. И ракурсы, конечно, не поменялись. Сколько лет фильма-то уже? Наверное, более 50. 73-й год. 73-й, почти 50 лет. И, тем не менее, всё на своём месте стоит, потому что всё-таки это музей, незастроенный пространство, незастроенный площадок. Я вот вспомнила описание местных жителей, которые практически все участвовали в массовке, и вот они рассказывали о том, что в перерывах между съёмками актёры, естественно, не передеваясь, шли обедать в одну из местных столовых. Вот прям так в шубах. И жители Ростова шутили так, с самими боярами трапезничать, созволим. Да, трапезничать изволили жители Ростова неоднократно ещё и впоследствии, когда приезжали другие съёмочные группы. Ну, Иван Васильевич меняет профессию. Это классика, это неоспоримо. Разные скептики, пусть, значит, своё мнение оставят при себе. Это, в общем-то, то, что, ну, можно сказать, просто национальный наш код. Что же касается фильмов новых, относительно новых, снятых в последние годы в Ростове-Великом, я бы хотел прежде всего обратить внимание наших радиослушателей, которые, может быть, пропустили, хотя я не думаю, что вот относительно, скажем, сериала «Раскол», вышедшего на телеканале «Россия-культура», а снятого в 2011 году режиссёром Николаем Долстолем, я думаю, что очень многие видели. Может быть, не целиком сериал, частично, но так или иначе он, конечно, всем хорошо известен. Я не побоюсь этого слова. Вот если взять всё-таки историю «Раскола», историю «Начал старобрядчества», да, много книг, корпус литературы, но вот именно киновоплощение этой истории современное и в то же время настолько грамотное, аутентичное, яркое, очень занимательное, мне кажется, что это именно этот сериал. Если кто-то хочет узнать о «Расколе», что там было, какие обстоятельства к нему привели, к этой большой трагедии, к этой большой драме нашей истории, этот сериал идеален для того, чтобы узнать об этом. Я более того, дополню сам себя, что такие придирчивые, въедливые, в хорошем смысле, люди как старобрядцы современные этот сериал одобрили. Но это уже такой знак качества. Снимался в Ростове-Великом. А из совсем нового, 2018 год, «Кровавая барыня», историческая драма на телеканале «Россия» выходила, режиссёр Егор Анашкин совсем недавно, в этом году была другая премьера сериальная, Егор Анашкин, грандиозная, да, «Зулиха открывает глаза», это тоже его работа. А «Кровавая барыня», я думаю, что многие догадались, а Дарья Салтыкова и Салтычихи. То есть московский сюжет. Но опять же перенесём... Опять Ростов-Великий. В Ростов, да, Ростов-Великий выполняет функцию Москвы. Да и в Росколе тоже. Ростов-Великий – это Москва 17 века. Я, Марат, ещё позволю вернуться к советскому кино. Мне вот как-то сегодня о нём хочется вспомнить. И фильм «Один из моих любимых «Невероятные приключения итальянцев в России», тоже 1973 год. И, казалось бы, да, какая связь между этим фильмом и «Ростовским Кремлём». А тем не менее, обратите и вспомните такую картинку, когда красный автомобиль едет из Москвы в Петербург, но проезжает мимо главной достопримечательности города. Это такая географическая неточность, но тем не менее, режиссёру, значит, это нужно было зачем-то. Это не обязательно Ростов, как средневековая Москва, да. Ну, если всё-таки ещё вспоминать отдельные кадры, я думаю, что не целиком, но очень много. Я сейчас вспоминаю, это Борис Годунов, Сергей Фёдорович Бондарчука. Тоже Москва и тоже Ростов. Это может быть такой уездный город, когда нужен город, который, ну, что ли, в 19 веке сюжет разворачивается. Может быть, даже в 18-м тоже Ростов какую-то функцию выполняет. А иногда вообще советский город, коммунист Райзмана, неожиданно, тоже здесь снимался. В общем, очень много разных слоёв, когда Ростов... Причём он как может играть и основную роль, как в Иване Васильевиче, так и просто такой штрих, скажем. Я думаю, что вот эта застройка Ростова, купеческая застройка, она же ведь очень, ну, что ли, такая вот целостная. Ведь киношнику в советское время или сейчас самое главное, чтобы ничего туда не попадало, никакие автобусы, в наше время рекламные щиты, какие-то современные пристройки или какие-то новшества нашего времени. А в Ростове очень многое из того, что делает его лицо кинематографичным или, точнее, киногеничным, оно сохраняется до сих пор. Поэтому я думаю, что в 18-м или там 19-м годом не ограничится, конечно, киноистория Ростова. Сейчас, Бог даст, жизнь наладится, кино-жизнь, да, когда будет возможность уже более активно кинематографистам работать на площадке, на натуре. И я думаю, что ростовчанам ещё неоднократно придётся, значит, с боярами трапезничать. В заключение я порегомендую нашим слушателям совершить поездку недалеко от Ростова в такое селение по речи Рыбное. Прежде всего, оно известно своей колокольней, которая, к сожалению, находится сейчас не в самом лучшем состоянии, но, тем не менее, это такой символ Ярославской земли. И колокольня знаменита тем, что она была построена крестьянином-самоучкой, и тогда был запрет строить что-либо выше московской колокольни. А эта колокольня выше её, чтобы обойти этот запрет, люди засыпали её на 12 метров землей. Да, и очень интересное имя у этого села по речи Рыбное, но, как мы уже в начале нашей программы говорили, никакой там рыбы-то особой нет, а... Зато есть огороды. Зато есть огороды. Это знаменитейшие были огородники, причём вот только задумайтесь, наши дорогие радиослушатели, жители этой Ярославской деревни освоили зелёный горошек в 19 веке и шпинат. И не просто они там разводили его забавы ради, но они торговали этим. Уходили отхожий промысел у них был, огороднический, то есть они уходили огородниками в другие губернии. Это очень знаменитое село, и они, крестьяне, позволили себе выстроить такую колокольню. Это когда-то было бывшей вотчиной графа Орлова. Да, и вот эта колокольня-то, когда люди приезжают туда, я сейчас не могу вот ручаться точно, да, ну то, что вот мне рассказывали, а что многие говорят, ой, ну это какой-то, значит, вот именно, что граф Орлов или какие-то дворянские, значит, постройки. А всё благолепие-то сами зажиточные крестьяне, трудолюбивый русский крестьянин, огородник. Кстати, интересно, что в Ярославской области, я не помню сейчас, к сожалению, где, есть частный музей историй картофельного бунта. То есть и такие были, значит, и огородники, и контр-огородники. Так что много историй. Кстати, в самом Паречье Рыбном есть маленький частный музейчик, посвящённый именно огородничеству. Я не был в музее, к сожалению, вот этого, огородническом Паречье Рыбной, но мне рассказывали, что там разные, значит, чуть ли не тёрки какие-то. В хорошем смысле, тёрки не конфликты, а тёрки, на которых труд. Морковь, например, старые такие русские тёрки, которые, значит, своего промысла, поскольку они там и капусту квасили, и огурцы, всё торговали, солили, мариновали. Я ещё вспомнила, что нередко Ростов называют луковой столицей России. Даже есть там свой музей Луковая Слобода, где можно попробовать, на мой взгляд, очень странное, необычное варенье из лука. Да, ну, в основном они всё-таки, насколько я помню, промысел был связан с сушёным луком. То есть они его сушили, и дальше такой, значит, экспорт у них был очень серьёзный. В общем, предприимчивые люди. Самое главное, чтобы сейчас завершилось, наконец, восстановление и реставрация ростовских храмов, ростовских особняков. Действительно, эта земля требует того, чтобы, ну, что ли, её не один раз, хотел сказать один раз, неправильно, не один раз, много-много раз посещать и возвращаться. В любом случае, поездка будет очень-очень интересной. Спасибо большое, Марат. Время нашей программы закончилось. Мы напомним нашим слушателям, что сегодня мы в культурном путешествии говорили о Ростове Великом. До новых встреч. Культурное путешествие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова